Сегодня у нас международный день борьбы со спидом. Вот если вы неравнодушны к этой проблеме, можете приколоть, пожалуйста, к стенду? Приколоть на стенд символ борьбы со спидом. Знаменитую красную ленду предлагали сегодня всем неравнодушным. На улице Баумана волонтёры организовали настоящий интерактив, чтобы подчеркнуть, люди в своей проблеме не одиноки. 38-й! А чуть дальше в мобильной станции каждый желающий мог пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ. Результаты этих тестов 95-98% дают гарантии. Кроме того, здесь врачи успевают рассказать об основных способах передачи ВИЧ-инфекции. Я думаю, основной способ избежать этого – это предотвратить все нежелательные половые связи. Думаю, если каждый человек будет знать свой ВИЧ-статус, положительный, отрицательный, неважно, это поможет на ранних сроках вылечить, пока это не переросло в синдром. Сейчас диагноз ВИЧ уже не вызывает панический страх. Болезнь хоть и не лечится, но если препараты начать принимать вовремя, прожить можно долго, говорят врачи. Светлана Изамбаева, одна из первых в Казани, открыто заявила о своём статусе. И на своём примере доказала – болезнь – это не конец. Я приняла это решение, потому что я видела других людей, которые живут с открытым статусом, они рассказывают о своей жизни, и они меняют мнение людей, дотрагиваются до сердец, доносят, что это обычные люди, и что не нужно к ним относиться по-особенному. На сегодняшний день в Сатарстане на учёте состоит около 13 тысяч человек. В сравнении с другими регионами страны у нас ВИЧ распространяется в два раза медленнее. Акции, которые сегодня проводят по всей республике, направлены на то, чтобы ещё раз напомнить о профилактике ВИЧ-инфекции.